В лучшие советские годы в Воркуте проживало более 200 тысяч человек. Сейчас, когда основные угольные шахты закрылись, а горники разъехались, население этого арктического города сократилось в четыре раза. Изношенная инфраструктура периодически больно напоминает о себе. Последний резонансный случай произошел на местном водоканале. 24 декабря в преддверии нового 2023 года рухнули перекрытия очистных сооружений, и все стоки городской канализации устремились в ручей параллельный и далее реки Воркута и Уса. Впрочем, для многих воркутинцев подобная ситуация неожиданностью не стала. Еще где-то в начале 2000-х годов была официальная экспертиза, подтверждающая, что оборудование целыми вношено где-то уже на 100%. Поэтому то, что произошло в Воркуте с очистными, оно должно произойти. Все несущие стены, рабочая будка, трубы, все ушло под землю. Хлынула горячая и холодная вода и тут же затопила машинный зал со всем оборудованием. Из обвалившихся труб хлынул такой поток, что она буквально за 10 минут наполнилась. И вся эта горячая вода с осадками, да чего уж там, с разжиженными фекалиями, стала выливаться на улицу. Понятно, что чрезвычайная ситуация взбудоражила весь город. А одной из главных претензий общественности к местным и республиканским властям стал первоначальный режим замалчивания и запоздалая реакция. Городские власти с подобными оценками не согласны. По их словам, они делали все, что могли. И к 12 января чрезвычайная ситуация была взята под полный контроль. Из 12 числа началась очистка воды механизированная и обеззараживание хлором. После этого где-то в течение нескольких дней восстановили мы биологическую очистку в аэротенках. В настоящее время у нас технология очистки воды полностью восстановлена. Мы ведем мониторинг уровня загрязнения по динамике совместно с Роспотребнадзором. Динамика у нас положительная. Ниже по течению реки километр от места сброса уже все нормы в нормативах. Однако общественники продолжают бить тревогу и настаивают на собственном расследовании. Друзья, сегодня 14 января. Мы находимся в устье ручья параллельный. Это место впадения в реку Воркуту. Мы будем убирать отбросцы для отправки в несколько лабораторий России, аккредитованных, государственных, для того, чтобы проверить, что у нас заработало вчера, а что у нас не заработало. Потому что вчера было у нас рейд депутатов, которые читались о том, что все у нас прекрасно, все у нас хорошо. Но судя по тому запаху, который есть и по цвету стоков, очистка практически никакая не производится. Для того, чтобы убрать все разногласия, мы это проверим в альтернативных лабораториях. Ребят, ну вот такие у нас стоки очищенные. Там плавает вообще все, что угодно. За ситуацией внимательно наблюдают эксперты проектного офиса развития Арктики, которые изучали последствия разрушения коммунальной инфраструктуры с точки зрения воздействия на экологию и местные сообщества. В пора уверены, что общественный диалог – самое важное, что необходимо делать власти в случае кризиса. Местными силами водоканал в Иркуты, скорее всего, не справится. И важно подключение со стороны региона для того, чтобы помочь специалистами и техникой для ликвидации последствий от этой аварии. Мы с вами живем в 21 веке. Максимально публичный диалог между властью и обществом должен быть на всех этапах. Если у местных экспертов есть сомнения в качестве очистки после ликвидации аварии, то необходимо провести максимально возможные исследования и расследования этих случаев для того, чтобы успокоить население. Это самое важное, что можно сделать сейчас. Даже если предположить, что сейчас водоканал действительно наладил полную очистку, это не отменяет того факта, что в течение нескольких недель все стоки жилых домов и промышленных предприятий, а также канализация больниц, туберкулезного диспансера и морга попадали в близлежащую акваторию. И это счастье, что водозабор города расположен выше по течению рек Воркута и Уса. Поэтому горожане могут быть относительно спокойны за чистоту воды из-под крана. Чего не скажешь о населенных пунктах вниз по течению. Реальные масштабы бедствия вскроются только весной и будут оцениваться надзорными и правоохранительными органами. Ситуация находится на контроле главы Росприроднадзора. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод, ведет свою проверку и прокуратура Республики Коми. Хочется верить, что в результате их деятельности будет поднят вопрос и о том, что водоканал Воркуты сейчас находится в частных руках. В договоре передачи указаны условия, где администрация города обязана контролировать как саму работу, так и техническое состояние оборудования. Вероятно, этого не делается. В частных руках приходят с другой целью. Он никогда не будет вкладывать деньги в долгосрочную программу. Поэтому я полагаю, я даже уверен в этом, что такие предприятия стратегические, они должны быть на балансе государства. Жаль, что к осознанию очевидной истины о необходимости жесткого присутствия государства в критической инфраструктуре, тем более в Арктике, мы, как правило, начинаем активно говорить только после масштабных аварий. Субтитры создавал DimaTorzok